МИГРАНТЫ Узнаем у москвичей и гостей столицы. Здравствуйте, Центральная Азиатская Телевидение. Скажите, нужно уравнять права комитранов и российских граждан? Ну, честно говоря, если так вот взять, скажем так, бывших союзников моих, мне бы не хотелось бы с ними делиться поровну. Почему? Нет, 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 потому что каждый должен жить в своем. У меня что-то далека от этого. Мне кажется, что тоже свои, чтобы были у нас защищены. А у нас нифига, безработица никуда на работу не берут. Я думаю, да. В принципе, надо все уравнять, все мы люди, все из Советского Союза. Так, чтобы все нации, кто бы у нас на нашей территории не живет, все бы были сполченные, крепкие гестарбайтеры и все. Понимаете, да? Наверное, нужно, конечно, на период, когда они здесь работают, да. Нужно ли уравнять российские граждан и мигрантов в правах? Нет. Совсем нельзя. Тут много нюансов. Рабского труда не должно быть. Должны быть права. Но совсем уравнивать нельзя. Учитывая то, что они не знают русского языка, они знают законы, поэтому они... Поэтому и все. А так все остальное... Мы же любим. По ушам фенальт и футбол гонять. Сами знакомых и мигрантов в больницу отправляли по страховому полюсу по патенту и все нормально обслуживают и до сих пор принимают. На самом деле, могу сказать так, мне все равно, я считаю, что все зависит от человека. Нет, мигрантов надо гонять. Надо сделать, как в Японии. Там нельзя мигрантам платить меньше, чем в основном населении. Поэтому мигрантов не берут. Вот и в России так надо сделать. Более 80% опрошенных считают, что мигрантам и так живется неплохо. Но хотели бы они оказаться на их месте. Вы бы хотели оказаться на месте мигрантов? Нет, конечно. Ой, какой сложный вопрос. Да. Ни за что бы не хотел. Да нет, нет, наверное. Я оказывался на месте мигрантов и на самом деле, ну как сказать, никаких проблем мне это не вызвало. Нет, спасибо. Я бы не оказался на месте мигрантов. Пусть каждый будет на своем месте. Нет, не хочу. На месте мигрантов? Нет, не хотелось бы оказаться. Практически никто из опрошенных не захотел оказаться на месте мигрантов. Это неудивительно, ведь их условия жизни сегодня нечеловеческие. И одними законами здесь ничего не решить. Помните, что уважение друг к другу – это то, что делает общество крепким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова